Представляется два доклада гель-флюороскан как перспективная субстанция для ближней калиминцентной диагностики опухоли поверхственной локализации и применение лазероволоконного флориметра бигспектрального диапазона для диагностики рака кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире наблюдается неуклонный рост онкобольных. Только в США за 2021 год около 2 миллионов новых онкобольных. Среди онкологических заболеваний на первые места постепенно начинает выходить кожное заболевание, что говорит о проблемах в области диагностики рака кожи и слизистых оболочек. В чем более чем 85% случаев раковое заболевание у человека начинается в эпителии, то есть на расстоянии мили одного миллиметра от поверхности слизистой. Среди терапевтических фотосенсибилизаторов, использующихся и для фотодиагностики рака кожи, особое место занимает препарат Allosens. Однако присутствуют недостатки в работе с Allosens, проявляющиеся в ошибочных ложноположительных диагнозах, вплоть до 30%. Следует также отметить, что флуоресценция этого соединения в биотканях всегда сопровождается существенно более вероятным процессом генерации синглетного кислорода как в злокачественных, так и в здоровых тканях организма. В связи с чем Allosens имеет также еще один побочный эффект для кожи. Пациент вынужден после процедуры диагностики довольно длительное время находиться в темноте. В настоящее время проводятся интенсивные исследования и термиевых комплексов порфиринов, которые являются весьма перспективными субстанциями для люминесцентной диагностики рака в ближней к области спектра. Это 900-1100 нанометров. В этом диапазоне практически отсутствует фоновая люминесценция от биотканей из-за наличия в ней эндогенных порфиринов и дорогих хромофоров. То есть практически отсутствуют ложноположительные диагнозы. А почему термиевые комплексы? Они не создают, в отличие от использования ныне препаратов, в том числе и зарубежных, а токсичных концентраций синглетного кислорода, которые разрушают биоткани, в том числе и здоровые. Диафоншионная термия, введенная в матрицу гематопорфирина, в значительной степени снижает квантовый выход генерации синглетного кислорода. Здесь как раз показано возбуждение матрицы ультрафиолетным лазером в линии саре, переход на триплетный уровень. И ион-этербия, его уровень, как раз он находится выше уровня синглетного кислорода и перехватывает энергию возбуждения. Для алюмицента диагностики новообразований кожи и слизистых оболочек была разработана фармкомпозиция типа флюороскан, состоящая из этервиокомплекса 2,4-диметоксиэтилдетеропорфирина-9 в концентрации 0,05 до 0,1% люминистирующая в ближней к области спектра и различных гелий, кремофор, тизоль, с использованием диметилсульфоксида, глюкозамин и глицерина, обеспечивающих хорошую проницаемость в кожу и слизистые оболочки, так называемые пенетраторы. Декларация соответствует на гель, назван флороскан, вот номер ее как раз присутствует, ввиду отсутствия у итербиях топлив световой токсичности, а у гелий на их основе не выявлено побочных реакций, свойственных свободным основаниям порфиринов. А сама гель, она разрешена как в Российской Федерации, так и в Беларуси, в Казахстане для косметологии и дерматологии. Ну, синтез декалевый соли и тервийокомплекса 2,4-диметоксиэтилдетеропорфирина проводился в МИРА МИДХТ на кафедре Грина Михаила Санча. Эту работу проводил основной исполнитель это как раз Валентина Дмитриевна Румянцева. Синтез включал три основные стадии. В качестве исходного соединения был выбран гемин, который выделяют из крови крупного рогатого скота. Ну, и здесь как раз представлена схема синтеза от гемина и уже до непосредственно и тербиевого комплекса, где уже и тербия непосредственно в центре матрицы. Были проведены высокоэффективная жидкостная хроматография, которая показала содержание основного вещества доходит до 98%. То есть чистый продукт. Электронный спектр поглощения, представленный на этой слайде, показывает, что основная полоса – это линия Сары в районе 405 нанометров и две КУ-полосы. Спектры люминесценции исследовались в нашем институте, института техники и электроники. Показаны, что в диапазоне 900-1100 нанометров имеются многочисленные полосы люминесцентные в соответствии с 4F люминесценции и ионой терби, а с максимальной полосой в районе 980 нанометров. Ну, есть и пики 930, 960 и далее. Были проведены опыты по изучению острых токсичностей, проведены на 252 мышах линии БАЛ-ПС обоих полов, полученных из питомника Столбовая, одного возраста. Эти исследования были проведены на МИДС-онкологии имени Блохина и показали, что доза 200 мг на килограмм является летальной дозой 100, а 100 мг на килограмм – это нетоксичная доза. Таким образом, можно утверждать, что гель-флюороскан – нетоксичная фармкомпозиция при утвержденных диагностических дозах вещества. Ну, сам флюороскан представлен на данном слайде. Значит, для того, чтобы проводить методику люминсцентной диагностики как раз вот кожных заболеваний и слизистых оболочек, нами в нашем институте, в Ферреран, был разработан лазерно-волоконный флуориметр, состоящий из следующих основных элементов. Это лазер, работающий на длине волны 405 нанометров с оптической мощностью до 50 милливатт. Это волоконно-оптический зонд 19-ти жиль на оригинальной конструкции, который сканирует биоткань после нанесения геля и малый сигнал люминсцентра от пролиферирующих тканей передает непосредственно в оптоэлектронный блок, который, получая малый сигнал люминсцентра, значит, он попадает на фотодиодный модуль разработки. Это фирма «Хамаматс» в Японии с очень высокой чувствительностью, до 10 минус 14 ватт оптической мощности, то есть чувствует крайне малые сигналы люминсцентра. Ну и, собственно говоря, вот ноутбука, где перед этим происходит оцифровка, стоит аналог цифровой преобразователь, преобразуя аналоговый сигнал в цифровой, и получаются уже картинки для изучения накопления и люминсцентрного диагностического контраста. Методика проведения диагностики была следующая. Гель наносили на поверхность новообразований и соседнюю здоровую кожу на 20 минут. За это время производилось накопление иона и тербия в пролиферирующих тканях, затем остатки препарата тщательно удалялись с помощью спиртового тампона и с помощью волоконного зонда-флуориметра, сканирующего по поверхности, измеряли уровни интегральной люминсценции. Изучалась временная зависимость интегральной интенсивности люминсценции при различных типах новообразования от различных участков кожи и слизистых оболочек. В данном случае исследовалась как раз интегральная интенсивность люминсценции в спектральном диапазоне 900-1100 нанометров. И, соответственно, накопление и тербия иона в различных элементах новообразования и областях здоровой кожи. И с помощью графика можно оценить величину как раз в ЛДКИ. Вот здесь представлена как раз фотография больного с базально-клеточным раком кожи. Видно здесь 4.3, это наиболее очаги. И когда волоконным зондом сканировали вот эти точки, как раз вот здесь показана зависимость интенсивности люминсценции от времени. В течение 10 секунд здесь как раз держался волоконный зонд и снималась зависимость временная, интегральная зависимость люминсценции. Программа, которая установлена на ноутбуке, как раз и позволяет проводить сразу оценку люминсцентного диагностического контрастного индекса в режиме онлайн. Ну, видно, что вот в центре вот этой позиции 4 это максимальный контраст по сравнению в соседней здоровой тканью, единичка. То есть, значение ЛДКИ тут же можно посмотреть и оценить, что это величина порядка 10. Соседняя область номер 3, здесь контраст чуть ниже, где-то около 6. Таким образом, вот предварительная статистика, было обследовано более 40 пациентов-добровольцев в различных медицинских учреждениях. Это и первая МГМУ имени Сеченова, это и 57-я горбольница, где изучался, значит, контраст на раке шейки матки. Ну и в клинике лазеромедицины тоже некоторое время стоял аппарат, тоже, значит, набиралась статистика. И изучение базальных клетчевых рак показало, что контрастный индекс для данной патологии составляет в среднем от 5 до 10 относительных единиц. Ну, также исследуются и другие новообразования. Ну, дефект кожи, неус, здесь, естественно, данные были очень слабенькие по интенсивности, то есть контрастный индекс, значит, вот этот новообразование и соседняя здоровая ткань не превышал двойки. То есть здесь, конечно, так сказать, работы онкологам никаких нет. На этом слайде представлены интегральные интенсивности люминеценции при исследовании поражения слизистых оболочек. Точка 3, это как раз вот малая половая губа, и виден контраст, значит, интенсивность люминеценции очень высокая по сравнению с соседней здоровой тканью. То есть контрастный индекс здесь больше 10. А здесь представлено зависимый интенсивность люминеценции от ткани с раком шейки матки и от соседней здоровой ткани. Здесь контрастный индекс составляет более 8. То есть вот таким образом собиралась статистика. На конец вывода проведены клинические испытания, разработаны методики икалинистинской диагностики рака на основе геля флюороскан и малогабаритного переносного ИК-лазерово-волоконного флориметра в медицинских учреждениях Российской Федерации при базально-клеточном раке кожи, раке шейки матки. Методика может быть рекомендована для онкоскрининга при раковых заболеваниях, а также при сопровождении фодинамической терапии. Разработанный наногель в сочетании с методикой икалинистинской диагностики позволяет выявлять объективные различия между морфологически нормальными и патологически измененными тканями при диагностике заболеваний кожи и слизистых оболочек. Разработанный гель также обеспечивает достижение высоких значений люминесцентного контрастного индекса, что позволяет с повышенной точностью определять границы распространения поражений кожи. Методика может быть применена для дифференциальной диагностики рака кожи, выявления скрытых очагов опухоли роста и контроля эффективности проводимой терапии. Предварительные статистические данные позволяют определять уровень онкологической настороженности при переведении процедур диагностики величиной свыше пяти. При превышении этого значения пациент должен обращаться уже к онкодерматологу. По вопросам приобретения данного типа малогабаритного переносного и недорогого флуориметра можно обращаться по следующему телефону. Это фирма Polyronix, с которой мы сотрудничаем в этом направлении. У меня все. Спасибо за внимание. Игорь Петрович, вы очень скользко коснулись для использования флориметра вот этого для контроля и сопровождения ФДТ. Нельзя немножко поподробнее узнать. То есть, что вы отслеживали флуоресцентную контрастность, потом изменения ее после... Нет, здесь просто возможность использования. Мы не применяли, не делали. Просто есть такая возможность. То есть, вначале делается диагностика, проводится фотодинамическая терапия, а потом опять гелем наносится на ткань и смотрится накопление. Как и терби себя чувствует. Его стало значительно меньше, контраст изменился. То есть, так можно как бы проводить оценку. Это только с тербием комплексом, да? Это только с тербием, да. А при обычной, когда мы используем тот же фотодитозин, скажем, это нельзя. Это не работает. Здесь область и терби, он люминицирует только в диапазоне ближненькая. Это 900-1100, который прозрачен. Прозрачен – это окно прозрачности в этом диапазоне. Ну и масса других преимуществ. То, что не светит эндогенный парфирин, нет ложноположительных диагнозов, нет генерации синдлетного кислорода, не надо в темноте там содержать больного. Тут же его, так сказать, провели процедуру с ним. Все, до свидания. То есть, в этом плане, вот некоторые преимущества ближние, так сказать, тика вот такой в пикроскопии. Конечно, если бы дали флюориметр под используемый фотосоциабилитатор, вот таких, хлориновый производный, цены бы ему не было. Не, ну здесь, опять же, существуют приборы леса-01, лощоновский прибор, который, по идее, в этом диапазоне уже работает до 750. Ну, вы-то показали гораздо, ну, как сказать, нагляднее примеры. Просто там опять вот из-за того, что светит эндогенный парфирин, там опять ложноположительные диагнозы, а здесь их как бы нету. Вот, поэтому вот это вот как раз и терби, это вот разработка кафедры Андрея Федоровича Миронова, Михаил Александрович в этом плане тоже помогает. То есть, здесь вот такие перспективы. Спасибо, еще вопросы есть? А можно, нет? Да, ой, да, Елена Михайловна. Будьте любезны, скажите, поскольку у вас на кожное применение геля, резорктивные действия изучали? Нет, не изучали. А без него никак? Ну, это вот следующий этап работы. Даже придется внутривенно вводить. По требованиям современным. Ну, вот это не изучали. Только вот поверхностно, так сказать, пенетрация там кожи, слизистая. Этот кордон вам пройти не удастся, если все так хорошо, и вы действительно достигаете такой социализации метода, я бы сказала. Потому что можно изменить жесткие условия проведения, процедуры, время, все что угодно. Все это социализация, сейчас это очень важно. Но если вы не получите по, так сказать, токсикологии, при полной программе доклинической токсикологии, резорктивное действие при внутривенном введении, Ну, это вот следующий этап, будем, да, будем в этом плане работать. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Если нет, то тогда мы еще раз поблагодарим. Докладчик, да. Благодарю, да. Игорь Петрович. И, наверное, мы исчерпали все доклады, повестку дня. Я хочу еще раз, очень была насыщенная, хорошая, интересная у нас секция, мне кажется, да, потому что очень разные аспекты мы поднимали. Это и на клеточном уровне, и очень много химиков было, и фотодинамика, и клиницисты такие матерые, такие основополагающие. Заматеряши, да. Но скажу как химик, что без химиков, как Елена Михайловна говорит, ничто, потому что вот я смотрел, как даже, я хочу отметить, что, знаете, вот, наверное, ну, мне кажется, масштаб ученого определяется, как он воспринимает вот другие, так сказать, мультидисциплинарные всякие вещи. И вот я смотрю на Елену Михайловну, и Евгения Филипповича, нет, как они смотрят на наши формулы, на наши какие-то вот эти потуги, сделать, или потуги, вот, да, добрым взглядом, сделать что-то новое, и такой большой интерес к этому. И я очень рад, потому что это означает, что мы не впустую все это делаем, и присоединяем одно к другому, а вдруг что-то выстрелит, как я называю, если мы соединим там химиотерапию с ФДТ, или там бурнитронозахватную, еще с чем-то. Поэтому у нас получилась тоже мультидисциплинарная такая секция, мы затронули, наверное, очень многие и фундаментальные, и вот, как сейчас было видно, и прикладные аспекты. Вот, поэтому спасибо всем. У нас пять часов, чтобы вы не забывали, закрытие с подведением итогов постерной сессии, ну и вообще закрытие всей конференции. Я считаю, что надо, наверное, задержаться, потому что всего осталось уже там 40 с лишним минут. Вот, и таким образом, вот эту нашу любимую конференцию, она, сколько у нас лет она длится? Больше 10 лет. Ну, много уже. Много лет, и в разных городах была, и у меня такие приятные воспоминания, они о фуршетах, которые потом банкетные были, после этого. Поэтому очень... Время было другое. Время другое. Очень теплая какая-то, она очень домашняя, правильно здесь говорили, конференция, которую, если нас позовут, будем и в следующем году, и много-много лет, столько, сколько даст Бог нам ее на ней присутствовать. Правда? Да, конечно. Вот, Евгений Филиппович, давайте вы скажете тоже пару слов, чтобы у нас время есть. Ты мне хорошо закруглил, давайте. Это замечательно сделал, обобщил, что именно вот и физики, и химики, и левики приняли участие. Да. Элета Михайловна, скажите. Ну, глубоко уважаемые коллеги, почему-то мне вдруг светят глаза, или мне все-таки лучше сесть, чтобы не светило все. Я попала под экран. Я надеюсь, что не прошли в пустую эти часы. Чтобы хоть что-либо серьезное осталось, это самая большая моя надежда. Потому что и более всего я очень рада, что здесь много химиков. Очень рада. Потому что без химиков никакой аптеки не создашь. Ничего серьезного, особенно для онкологии, не сделаешь. Все, что называется, галиновые препараты и травки, все это не для нас. У нас должна быть стандартизованная лекарственная форма, потому что у нас работает не она, а работает доза. И эта доза, к сожалению, может убить, независимо от того, делает она добро пациенту или нет. Поэтому для нас химик это первый и основной человек, ученый, источник того, чем потом занимаемся все мы. Спасибо вам большое за то, что вы занимаетесь лекарственной химией, за то, что вы тратите свою жизнь молодой особенно на то, чтобы искать какие-то более рациональные и более социальные, как последний доплачек Шилов нам сказал, пути для того, чтобы сама терапия, даже если она и не сейчас будет, а впоследствии, она будет более мягкой, более легкой и не принесет человеку таких страданий. Я сегодня с таким трудом сюда шла, потому что передо мной мама шла с маленькой девочкой. Девочка даже не брала ее за руку. Она боялась, она все время кричала ей, я не пойду, там будет больно. Мама, последняя фраза меня вообще убила, ты делаешь мне больно, я не буду тебя любить. Вот особенно молодежь, всегда вспоминайте, что вы тратите свою жизнь, это не важно. И мы также в нищенстве, собственно говоря, начинали свою работу, несмотря на то, что я пришла в онкоцентр в феврале 76-го года, скорого почти 50 лет, как я служу экспериментальной химиотерапией. Но я ни одного дня не изменила ей и не изменила своему белому халату, я врач. И я всегда смотрела в клинику, и всегда смотрела на пациентов. Вы всегда представляете их все, потому что для них вы живете, работаете, развиваетесь и совершенствуете нашу любимую науку, онкологию. Все, вам.